В этом храме бывали три российских императора. Здесь был оглашен указ о создании Самарской епархии и освящено знамя, под которым русские ополченцы сражались за освобождение Болгарии. Вознесенский собор, старейший из революционных храмов Самары. Его строительство было завершено 170 лет назад. Тогда же был освящен южный Михайло-Архангельский предел. Долгое время собор был епархиальным центром, пока кафедру не принесли в Воскресенский храм, который в советские годы был взорван, а этот стоит до сих пор и обновляется. Совсем другая атмосфера в старых храмах. Вот чувствуешь, что прикасаешься не только к святыне, святыне везде, даже в новом. Вот я когда захожу в Петропавловский собор или вот в этот, я думаю о своих предках, которые жили в Самаре, которые ходили молиться в эти храмы. Сегодня православные христиане отметили Вознесение Господне. Это один из 12 главных церковных праздников, а для Вознесенского собора – престольное торжество. Божественную литургию отслужил митрополит Самарский Тольяттинский Сергий, а после службы по традиции состоялся крестный ход. Всегда все лучшее посвящалось храму, нашей отеческой вере, и архитектура, и музыкальные произведения, и литература. Все это именуется нашей культурой, нашим историческим наследием. И, конечно, все это связано с нашей отеческой православной верой. Сейчас Вознесенский собор готовит к празднованию Большого юбилея. Его отметят в 2018 году. Это будет 170-летие со дня освящения Центрального престола в честь Вознесения Господня. Олег Зверев, Константин Головин. События.